С Вами Вишну Девананда Гири Духовная алхимия Путь внутреннего аскетизма Глава первая Смысл жизни В чем смысл твоей жизни? Ты не тело. Ты разумная, бессмертная душа, вошедшая в тело на время земной жизни. Зачем ты, как душа, вошел в это земное тело? Ты решил, используя это тело, найти вечное божественное счастье и свободу для своей души. Так поднимись и стань их неутомимым искателем. Ищи их только в божественном и нигде более. Божественное есть внутри тебя. Божественное вечно и бесконечно, потому оно и дает свободу. От касания божественного душа поет и радуется, ибо это ее родной дом. Земное ограничено, и поэтому от касания земного душа скучает и удручается. Смысл жизни души, живущей в теле, познать Бога при жизни в земном теле. Спастись от неведения, освободиться от кармы, пробудиться к мудрости святых и достичь свободы и вечности в божественном. Божественная свобода не достигается пустыми разговорами или фантазиями. Теории, слова не имеют силы в понимании божественного. Только личный опыт божественного преображает душу и освобождает ее. Нужна внутренняя работа. Если искатель кладов желает найти сокровище, он должен встать и проделать свой путь. Пребывая в праздности и безделии, просто живя не достичь цели. Как бы ты ни был глуп, греховен, омрачен, какой бы падшей ни была твоя душа, как бы далеко ты ни ушел по пути заблуждения, помни, всегда есть путь к божественному и возможность идти по этому пути. Всегда можно вернуться. Двери Бога не закрыты ни для кого. Это сами люди поворачиваются к ним или отворачиваются от них. Не думай, что ты не достоин того, чтобы идти к Богу или что он доступен лишь тем, кто свят и праведен. Ибо милость Бога, подобно солнечному свету, она изливается на всех. И если бы она изливалась только на достойных, то ни один человек из смертных не получил бы ее, даже из тех, кто свят и праведен, ибо был бы недостоин. Так прими познание Бога и обретение божественной свободы как высший смысл своей жизни. Глава вторая Внутренний аскетизм Не думай, что идти к Богу тебе еще слишком рано или уже слишком поздно. Ведь ты клялся идти к Богу всеми силами задолго до твоего рождения. Ведь уже не в первый раз ты решаешь идти к Богу, только позабыл об этом. Были и такие, как святой Шука и шри Рамана Махарши, кто становились святыми в детстве и юности, а были и те, кто начинали путь в глубокой старости и обретали свободу в Боге. Главное, в чем они упражнялись, это внутренняя аскеза, искусство духовной алхимии. Так и тебе нужен внутренний аскетизм в качестве спасительного лекарства для души. Когда бы ты не вступил на путь внутреннего аскетизма, знай, что это время самое подходящее. Внешний аскетизм часто уводит по пути заблуждений, но аскетизм внутренний есть подлинный путь всех святых мудрецов, подтвержденный священными писаниями. Прими внутренний аскетизм как свой путь и отыщи великие богатства на этом пути. Он ждет тебя, как ждет отцовское наследство сына своего отца. Внутренний аскетизм не обязывает тебя быть аскетом снаружи. Ты волен действовать в миру, как пожелаешь, в гармонии и всеприятии, согласно своим обстоятельствам, но он обязывает тебя оставить малейшую привязанность к миру внутри и заменить ее на безраздельную поглощенность святой божественной тайной, на любовь к божественному. Внутренняя алхимия есть тайное искусство духовной трансмутации, созерцание божественного, доведенное до полной самоотдачи и самоотречения. Этот путь лишь кажется аскетичным, на самом деле он дарует бесконечную, вечную, неисчерпаемую радость, свободу, великие и неисчислимые богатства духа и делает тебя единым с Богом. Все святые прошлого достигли Бога, следуя этим путем. Все святые настоящего постигают Его, следуя этим путем. Все святые будущего постигнут Бога, следуя этим путем. Не следуя этим путем, невозможно его постигнуть. Так вступай на путь с верой и решимостью, призвав благословение Бога гуру и святых. Глава третья Устремленность в познании Бога Для того, чтобы следовать пути внутренней алхимии, тебе нужны вера, преданность и устремленность. Бывает так, что вера слаба, преданности нет, и устремленность – единственное, что есть у путника. Поэтому воспитывай сначала устремленность в познании Бога. Размышляй о своей душе, ее судьбе, прошлом и будущем. Хотел бы ты найти свою душу в будущем, в мрачных местах, среди слуг ада, низких духов, растерянной, нищей, почерневшей, словно в истрепанных лохмотьях, потерянной для Бога, истощенной, слабой, больной или заблудившейся? Или ты хотел бы увидеть ее среди святых духов, святых и сияющих богов, во всей мудрости, красоте, духовной славе, счастье и божественном великолепии? Хотел бы ты обнаружить ее глупой, глупой, страдающей во власти демонов, нагов или асуров, упавшей в кипящее озеро или блуждающей по лабиринту без выхода? Или ты хотел бы видеть ее бесконечной, играющей, полной света, счастья, великолепия, гармонии, любви, духовной силы, благословений и единой с богом? Все возможно. Но если не предпринять ничего, то как этому произойти? Так начни борьбу за свою душу без промедления. Сегодня. Сейчас. Когда ты получил учение и посвящение от своего гуру, ты решил для себя жить по закону мудрости и идти по пути святых мудрецов. Но по неопытности и из-за слабой веры и решимости этого не произошло. Как долго ты еще думаешь ждать? Ты и так медлил, проживая годы, поглощенные в пустые развлечения, болтовню, безверие, апатию, лень и себелюбие. Годы драгоценного времени жизни ушли в пустую. Так неужели ты позволишь этому происходить и далее? Словно красавица, у которой загорелись волосы, словно рыбак в лодке, вынесенный в открытое море, пойми свое положение как чрезвычайно важное для себя самого, а чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных действий. Поэтому начни внутреннюю аскезу, займись немедленно внутренним деланием своей души. Почувствуй вновь себя как воин-новобранец, чтобы начать все с самого начала и упорным трудом отвоевать то, что ты сансарный кутило упустил и промотал по рассеянности. Не откладывай внутреннюю аскезу на будущее, пойми, Бога нельзя откладывать на будущее, Он всегда только сейчас. Пришло время тебе пробудиться, оставить старое мрачное эго и пойти путем святых к новой цели. Жизни только в Боге, только с Богом, только для Бога. Поскольку тебе нужна помощь святых сил, то сядь у алтаря, молитвенно сложив ладони у груди, помолись искренне своему божеству, гуру и древу прибежище, проси их. О, святые души, молю вас, даруйте мне силу к внутренней аскезе, помогите мне стать подобным вам. Вырази свое намерение перед ними ясно и четко. Отныне, да не сверну я с пути святых, отныне, да пойду я путем духовной алхимии и внутренней аскезы, отныне, да буду я тверд в своем намерении идти по пути внутреннего делания. Помолившись так, будь тверд духом и искренен в сердце, чтобы не проявить малодушие и не повернуть назад. Глава четвертая Преодоление гордыни и самонадеянности Путь к приобретению божественной милости Как бы ты ни был умен, сведущ о священных писаниях, опытен в йоге, ты должен понять, что просветление и свобода не приходят от тебя самого, а даются только от Бога, как Его величайшая милость. Каким бы путем ты ни шел, Бога не обойти на пути, ни объехать, ни облететь, ни обогнуть. Твой путь искать встречи с Ним, а не миновать Его. Он и есть свобода, Он сам и есть просветление, не существует иной свободы вне Бога. Потому тебе следует понять, что идя по пути, никогда не верь своему уму, не полагайся на себя самого, не делай себя опорой, не считай себя крепостью и нерушимой твердыней, ибо ты сам себя совсем не знаешь. Ты в действительности не тот, кем себя сейчас считаешь. Твердо усвой, ты не свой, ты Божий, но не знаешь об этом. Сделав себя опорой и твердыней, ты по неведению можешь себя же и предать, ввести заблуждение и искусить. Духовная битва, великий удел, дело нелегкое, и твоих малых сил в ней не хватит. Твоя мудрость и ученость перед ликом Бога хуже глупости, ибо глупый знает о своей глупости, а ученый мнит себя знающим, настаивая на этом, и потому он еще более глуп перед Богом. Полагаясь на себя как опору, ты словно неопытный и бездарный полководец, будешь разбит в первом же серьезном бою, окажешься в смятении, будешь удручен, истощен и быстро оставишь свою битву, ретировавшись с поля боя с позором. Надеясь только на собственное мудрость, волю и силу, ты потерпишь поражение, впадешь в уныние, утратишь веру в путь святых, считая его недейственным и бесполезным вымыслом. Твердо усвой, что только сам Бог дарует свободу и ничто кроме Него. От тебя зависит твоя практика, но ее плоды в руках Бога. Только опираясь на Него и через Него, на Его помощь и милость, ты одержишь победу над сансарой. Без опоры на Бога ты будешь оглушен, смят, подчинен и рассеян сансарой, как бывает рассеяно на поле битвы отборной вражеской конницей горстка испуганных неумелых новобранцев. Опора на себя бич всех новичков, идущих по пути. О, как любит распушить свой хвост эго! Как оно оригинальничает, рисуется перед собой, похваляется и упивается своей псевдомудростью. Какие грандиозные рождают надежды, но не отказавшись от надежды на себя, не войти в чертоги Бога, ибо тот, кто не утратил надежду на себя, не может всей душой положиться на Бога. Только тот, кто полностью разочаровался в своих ограниченных человеческих силах, способен сдаться на его милость и положиться на него, как полагается на родителя, милое дитя. Тот, кто считает себя мудрым и знающим, не беря в расчет то, что его мудрость перед ликом Бога глупость и по сути есть ничто и настаивает на этом, тот сам закрывает себе путь к получению божественной милости. Он будет тысячу лет творить аскезу, но это ему не поможет, ибо даже яркое солнце не проникает сквозь толщу льда. Божественная мудрость таится от высокоумных надежд и водит за нос уверенных в своей правоте, а тем, кто знает свое скудоумие и смиряется перед Богом, она открывается. Перед теми, кто ни в чем, кроме милости, Бога не уверен и уповает на нее с благоговейным восторгом, мистическим страхом, верой и надеждой ежесекундно она является. Божественная милость не приходит и не уходит, а есть всегда, вечно, но человеку пути кажется, будто она приходит. Эта милость придет не в результате твоих упражнений, не потому, что ты такой хорошей и праведной, она придет без причины, словно милость царя, ибо ничто ей не может служить причиной, ведь если бы ей что-либо служило причиной, то она была бы зависима от нее, а Бог ни от чего не зависит. Все упражнения в духовной алхимии и внутренней аскезе нужны, чтобы подготовить себя к сдаче на волю этой милости. Будь внимателен и наблюдай свое сердце, чтобы опустошить его от эгоистической самоуверенности. Порой гордыня эго так порабощает нас, что мы и не замечаем, как стали ее рабами. Но именно она горделивая самоуверенность эго, незыблемая вера в себя, как вечная, неизменная, реальная вера в ум есть причина наших бед, страданий, препятствий и духовных неудач. Понаблюдай за собой и увидишь, что ты послушный раб своей воли, поскольку служишь ей днем и ночью, а к воле божественной ты глух и безразличен. Не только не служишь ей, но и не понимаешь, что это такое и где она есть. Когда твоя воля не исполняется или ей чинятся препятствия, ты сердишься, негодуешь, гневаешься. Когда тебе противоречат другие, ты злишься, ибо любишь свою волю, а к воле других безразличен. Плохие эмоции, отсутствие внутренней радости, благости, верный признак того, что ты служишь не тому господину, что ты служишь лишь самому себе. Поглощенный собой и своей волей, подобен пьяному или спящему. Он считает себя мудрым, на самом деле, будучи глупым. Он гордится тем, чего следует стыдиться, идеями, которые он впитал по своему неведению. Он страдает из-за того, что воображаемо, из-за ума и эго, а то, что реально и подлинно Бога и его волю считает выдумкой. Служа своей воле, вспомни, сколько раз ты был несчастен, ибо она слаба, ограничена и часто перебивается другими. Но если бы ты служил божественной воле, то был бы радостен и счастлив всегда, ибо божественной воле никто не в силах чинить препятствия, она бесконечна, нематериальна и не имеет ограничений. Так преодолей на пути самонадеянную гордыню и отбрось ее, как ядовитую змею, чтобы снискать милость божественного. Глава пятая Сад твоей души Твоя душа подобна саду, а ты в этом саду хозяин садовник, возделывающий его. Ты можешь запустить свой сад и сделать его полным паутины, гнили, сорняков и колючек, но также ты можешь ежедневно усердно возделывать этот сад и вырастить в нем чудесные благоухающие цветы, исполняющие желания и волшебные деревья с плодами вечности и бессмертия в божественном. Воля Бога состоит в том, чтобы ты неустанно возделывал сад своей души очищал его от сорняков мыслей и желаний, рыхлил, удобрял и поливал его землю. Не ленись, не сиди праздно, не спи в саду души своей, будь хорошим, заботливым садовником, трудись непрерывно, не делая отдыха ни днем, ни ночью. Корчуй, пни самомнение, руби гнилые ветви сомнений, выдирай сорную траву желаний, стриги колечки нечистых мыслей, поливай почву водой веры, рыхли ее палкой самодисциплины, и будешь вознагражден чудесными плодами и дарами. Эти плоды вне времени и всего земного. Эти дары есть новая жизнь, суть которой безграничная свобода, божественная мудрость, божественная любовь, радость и бесстрастие ко всему суетному, что от мира сего. Эта безграничная жизнь в божественной истине, полная света и благословений святых мудрецов и божеств знающих. Бога. В этом саду рождается семя новой, вечной, бессмертной жизни, чтобы больше никогда не угаснуть. Ничто не имеет силы помешать ей ни грехи, ни судьба, ни само время. У нее есть начало, но она не имеет конца. У нее есть рождение, но в ней не бывает смерти. Глава шестая О внутренней алхимии сердца первые шаги садовниками. начинай внутреннее делание. Вспомни, твоя цель Бог, и это главное. Для тебя самое главное всегда помнить о самом главном и никогда не забывать о нем. сосредоточься на своей божественной цели, затаив дыхание, словно лучник на мишени. Помни о своей божественной цели, как искатель клада помнит о нем, как охотник на охоте помнит о звере, как мать помнит о своем ребенке. Укращай свою гордыню и самонадеянность, словно бешеного тигра. Следи за собой более, чем за другими. Замечай перед ликом Бога в себе все тайные помыслы, укромные мысли, ничего не прячь, будь перед собой честен. Других восхваляй, а себя держи скромно. Иногда, если заслужил, слегка укори себя, не впадая, однако, в уныние. Всегда и везде ищи спокойствие разума и внутреннее безмолвие. Храни тайну своей работы в тишине сердца и не обсуждай ее ни с кем, кроме своего учителя. Не хвались, не выставляй на показ свою внутреннюю работу и ее малые плоды. Пусть они знают лишь Бог и твой мастер. Откажись от самолюбования и потакания капризом, не проси ничего лишнего, не ищи ничего постороннего. Не думай много о постороннем, ибо ничто так не уводит от Бога, как суетные мысли. Не ищи внимания других или их расположения, но сам люби всех. Забудь о снискании внимания и восхищения от друзей и подруг. Не ищи в новой жизни любимых вне Бога. Сделай его своим единственным любимым, а мастера лучшим другом и советчиком. люби всех, но только через Бога. Помни, что не ради мужа дорог муж, а ради Бога, что внутри. Не ради богатства дорого богатства, а ради Бога, что есть внутри него. Учись жить во внутреннем безмолвием. Ищи то место, где не нужны слова. Принимай все, как от Бога. Если надо дать тебе успех, он даст, а если надо послать неудачу, то это для твоего же воспитания. Оставь миражи прошлого, когда ты искал мудрость этого мира, земную славу, признание и богатство. Не слишком полагайся на житейский опыт. В жизни земной он друг, а здесь лишь помеха. Не кичись ученостью, она хороша в мирских делах, но в делах Бога часто мешает, лишая смирения и рождая гордыню. Гордые не видят его, ибо их глаза застилает гордыня. Не держись за свое имя и высокое положение, у Бога своя иерархия, и в ней ты малый ребенок. У Бога бывает, что высокое становится низким, а низкое высоким. Не цепляйся за свое богатство. Если оно не служит прямо ему и его воле, то оно лишь обуза. Оставь все лишнее и стань как пучок соломы, как сукой листок на дороге, чтобы он мог войти в тебя и вести по пути внутри через безмолвие, снаружи, через божеств святых и мастера.